Итак, я продолжаю свой путь. Это ступеньки вот такие. Были затеряны среди домов, и по ним мне нужно подняться в обезерваторию Гриффит. Слышите, да? Это вертолеты патрулируют. Вон он. Маленький черно-белый вертолетик полиции. Вообще здесь всегда на холмах вертолеты летают над холмами. Я не знаю, связаны ли это именно с тем, что некоторые люди пытаются забраться на голливудский знак, и поэтому этот знак очень сильно патрулируют, смотрят. Я помню, когда я забралась на полпути к голливудскому знаку, то есть я решила прямо к нему не идти, но забраться повыше, чем была основная тропа. И они очень тоже... Они очень сильно... Вот эти пилитейские вертолеты, они начали надо мной летать, кружить, а я такая сидела и думала, блин, я тогда еще... Я тогда еще только приехала, и я не придала этому особо значения. Я даже думала, летают вертолеты, а скорее всего, они как раз-таки набыли за мной. Вот, я уже ощущаю... Взбивчивое дыхание. Видите, у них везде такой стоит знак с наименованием, я так поняла, службы, видите? Там пост-аларм. С наименованием охраны службы, которая защищает этот дом. Вот, сейчас я покажу, что я пришла. Вот, видите? Такая-то охранная служба. Патрулирует этот дом. Пугают, короче. Ой, маленькая ящерка. Маленькая ящерка. Вот. Вот они, эти ступеньки. Отсюда уже лучше видно. Итак. Честно говоря, плохо помню, куда мне дальше. Нужно посмотреть. Сейчас. Так, мы прошли ступеньки. И теперь мне нужно повернуть немножко направо. Видите, да? Это какой-то путь непостоянный. Повернуть немножко направо и там вперед. Ну что ж, пойдем. Ну что ж, пойдем. Примерно таким же макаром вот я забиралась на голливудский знак. Когда я пошла, это называется хайкинг, когда ты идешь на прогулку. То есть по улице не гуляем, гуляем по хайкингу. Какие там проложенные тропы. Таким и пойдем гулять. Вот примерно таким же путем я добиралась до этого голливудского знака на холмы. Там тоже была такая очень-очень длинная дорога. Но если посмотреть, можно здесь увидеть пешеходные дорожки. Там вообще не было пешеходных дорожек. И там в какой-то момент улица просто свелась к такой тоненькой дорожке для автомобилей. И я вклинилась между ними. Там потому что образовалась пробка. И я вклинилась между ними. И они сделали меня машиной в каком-то смысле. Пропустили меня между них. Между двух машин. Это было очень необычно. Потому что нет пешеходных дорожек. И все такое. И там как раз вот Малхолланд драйв. Такой достаточно известный переулок. Вот, ну здесь тоже лестница здесь. Видите, везде дома. Вот. А почему я ни разу не доходила до обсерватории? Потому что, как и все другие люди, я очень много работала. У меня никогда не было времени до туда доехать, дойти. Ну и потом уже отпадает в какой-то момент у тебя происходит такой переулок, что у тебя отпадает всяческое желание что-то делать. То есть просто ты понимаешь, что когда у тебя с тебя сходит какой-то такой запал первого времени, знаешь, когда ты только вот еще приехал такой, сохранил свою русскость. И ты с этим запалом что-то делаешь? Ну да. Но когда он заканчивается, ты перестаешь вообще что-либо делать. И твои желания зацикливаются на... Ну, короче говоря, ты ассимилируешься. И эффект... Эффект... Поэтому сейчас я предпочитаю вообще ничего не есть здесь. Потому что меня очень сильно... Отражается... В моем состоянии, то, чем я питаюсь. И высокие калории и так далее, это все у меня очень сильно... Я бы вот так вот долго бы заставляла себя пройти. Сейчас я чувствую себя нормально. Вот еще один вертолет. Еще здесь сейчас происходят пожары. Причем, как обычно, об этом я ничего не знала. Мне вчера поведал один человек о том, что здесь все горит. Но я как-то так... Мимо уши я пропустила. А потом, когда я приехала в свое место обитания, я поняла, что... Посмотрела новости, почитала и поняла, что действительно там даже эвакуируют уже людей из-за прилежащих территорий. Лос-Анджелес пока эвакуацию не объявлял. Но вчера на улицах было действительно очень много дыма и очень много дыма и стоял запах, как будто бы кто-то сжег костер. В общем, вот такая ситуация. Ладно, я уже почти приближаюсь. Я думаю, что у меня еще пару поворотов. Вот, вы можете посмотреть на всю эту красоту. Короче говоря, вот так, да. И даже вот я смотрю гугл-карты, и на этих гугл-картах там обычно отмечаются пробки, там здесь авария, тут авария. И там написано Лос-Анджелеский пожар. И такой огнечек нарисован. В общем, да, непривычно, очень необычно. Вот, смотрите, да, какой дом. Очень интересно. Брутализм такой. Вот, еще, видите, значок такой. Сейчас я увеличу в нем. Не знаю, видно, нет. В общем-то, написано осторожно. Камера безопасности смотрит. Ну, короче, про это все от тех, кто захочет совершить разбойное нападение на квартиру. Везде стоят такие знаки. Устрашающие. Пока все.